СОЛНЕЧНОГО КАЛИФОРНИЙСКАЯ ХАЙВЕЯ И могли бы Вы вкратце рассказать мою ситуацию на YouTube-канале и поподробнее, как проходит бэкграунд-чек в Америке, кто проводит, что могут проверять, на что обращать внимание, какие виды бэкграунд-чек бывают, что происходит в случае несоответствия с данным облизи в Майкоп. Ну, давайте я начну издалека. Вопрос хороший. Есть две разные вещи, которые люди иногда не то что путают, но просто не задумываются над разницей. Значит, одна вещь, которую все знают и много раз это все муссируется, это референсы, да, то есть рекомендации, можно так сказать. Когда звонят конкретному человеку, который был у тебя начальником, обычно хотят начальников, не сотрудников, не каворкеров, а именно начальников хотят, менеджмент-левел. И они с ними там беседуют о том, какой ты, что ты, какие, может быть, у тебя там направления в улучшении, какие у тебя недостатки. Взятие референсов у человека может занять, ну так, бывает, что и 15 минут все кишки вымытывают, бывает и больше. То есть это абсолютное какое-то борзение, неуместное по сегодняшним дням. Но я могу сказать, как человек, который часто дает референсы, я могу сказать, что это в основном вот на восточном побережье. Вот там они этим злоупотребляют сильно. У нас тут вот на западном, пришел человек, ты с ним поговорил, все же тебя интересовало профессионально, спросил. Ну и хорошо, значит. А дальше начинается вот то, что называется бэкграунд-чек. Причем, когда берут референсы, то есть когда разговаривают с твоими начальниками, это вовсе не значит, что бэкграунд-чека не будет. Нет, 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 конечно, это будет и то, и другое. Бэкграунд-чек это совершенно обязательная процедура. Ну, во всяком случае, когда вас берут на айтишную работу, так 100%. Вот. В чем состоит бэкграунд-чек? Значит, во-первых, это делает не сама компания, которая вас нанимает, а она за 250, за 300 баксов нанимает агентство, которое выполняет эту работу. Тут есть некоторая стратегическая фишка, состоящая в том, что если вдруг какая-нибудь гадость от этого чека произойдет, а проверяли его мы сами, то мы и отвечаем. А если его проверяло вот это агентство, и гадость произойдет, то у агентства есть страховка в несколько миллионов, которая заплатит вот те убытки, которые, значит, надо будет компенсировать и так далее. То есть в этом есть такое как бы бизнес-решение в том, чтобы аутсорсить это в разные агентства. Эти агентства, что они делают? Теперь мы переходим к бэкграунд-чеку. Бэкграунд-чек состоит обычно из трех элементов. Первый элемент – запрашивается ваша кредитная история, то есть нет ли у вас каких-то там финансовых проблем. Второе – это криминальный рекорд, то есть какие за вами дела числятся по уголовке. Вот, такие вещи иногда выходят, вы себе представить не можете. Вот так смотришь на человека, у нас со студентами такое бывает, смотришь, нормальный парень, все дела, а когда ходит там, на работу не берут, что такое? А у него вот вылезает, он там наркотиками торговал или там еще что-то, по дурости, там молодой был, в 20 лет наркотиками торговал, а допустим в 28 его на работу за это не берут. Ну, прилично. Значит, что там еще? Да, и третий элемент, значит, еще раз я повторяю, кредитная история, уголовная история и третий элемент – это места, где вы работали и учились. Значит, что происходит в момент найма? Независимо от того, что у вас написано в резюме, вот, например, у вас в резюме написано, что вы там с 1 марта 2015 года до, там, 8 апреля 2017 года работали в компании Microsoft. Написано в резюме. Но когда дело доходит до всех этих проверок, то есть вам дали job offer, и вам говорят, вот, заполните пакет. Значит, вы заполняете этот пакет, и там вы подробнейшим образом расписываете, значит, имена, адреса, там, и так далее. И выясняется, что работали вы в Microsoft не напрямую, а вы были консультантом через агентство Volt Technical, например, да. Значит, и вы в этом Volt Technical даете, кто у вас там будет подтверждать. Например, так. То есть, конкретно тот, кто платил вам деньги, он может в резюме не просматриваться. В резюме обычно просматривается тот проект, на котором вы работали, он интересен работодателю. То есть, работодатель, ему без разницы, кто вам деньги платил. Но потом уже, когда найм происходит, уже отдел кадров, вот эти люди, они начинают проверять. Вот они нанимают это агентство, агентство начинает обзванивать. Проверка может быть более обширной и включать, скажем, там, последних пять мест работы, а не, допустим, последние три, как иногда бывает. Проверка может включать, например, ваше образование. Есть агентство, которое, вот последнее, которое я помню, оно работало из Прибалтики, из Латвии, что ли. Оно со всех стран бывшего СССР, значит, там, собирало вот эти вот подтверждения того, что человек где-то учился. Находит университеты, которые закрылись уже после, там, развала СССР. Находит их архивы и так далее. Все это дело прекрасно делается за денежку. Вот. И сообщается там по инстанции. Иногда бывают такие, знаете, вы называете его тем именем, которым он был там. Вот я в 78-м году закончил институт. Вот он назывался Московский электротехнический институт связи. Сегодня они его не найдут. Если я напишу вот там в этой форме, значит, я должен пойти, посмотреть, как он сейчас называется. Сейчас он называется МТУСИ. Московский технический университет связи. Вот я должен написать, что я учился в Московском техническом университете связи. Закончил СССР во всем году по такой-то специальности. Диплом номер такой-то. И они пойдут, возьмут рекорд и все это проверят. То есть, но это редко. Вот чтобы добрались до диплома, но вот из того, что я наблюдаю, ну, может быть, одна десятая. То есть, это вот рынок там айтишников, да? Может быть, одна десятая. То есть, не то, чтобы сказали, покажи диплом. Хотя я не знаю никого, кому хоть раз сказали, покажи диплом. Вот такого я даже не припомню. Да. Но вот там, говорит, запиши формочку, напиши, они потом могут проверить. Теперь, что еще там бывает? Я пытаюсь, значит, ответить на вопросы, как я их помню. Вот там, например, что если расходится там, что-нибудь с чем-то расходится? Если что-нибудь расходится с чем-нибудь, то, по первости, никто не пытается вас в чем-то там заподозрить или как-то вот пытается. Поскольку обычное дело, что бардак тут, бардак там, люди неаккуратно заполняют или не очень помнят и так далее. И вам говорят, вы знаете, вот там не получается, здесь там чего-то. Иногда они, чтобы этого избежать, знаете, они звонят и говорят, скажите, пожалуйста, вот мы проверяем там на такого-то человека. Я говорю, да-да-да. Они говорят, вот этот человек указал, что работал там-то и там, значит, вот работал с марта такого-то там по апрель такого-то. Вы подтверждаете? То есть, они не говорят, посмотри там свои и скажи нам. То есть, они даже не дают возможности там, скажем, прийти к какому-то противоречию. Они говорят, вы подтверждаете, что он с такого-то по такое-то. Вот. И, да. А часто же и не помню, что у нас работала женщина, преподавателем была там. Ну, я знаю, что она около пяти лет работала. Я не помню, в каком месяце она пришла. Но я помню, что ушла в феврале. И в марте ушла. Понимаете, на ходу это же сложно. Так они говорят, вот с такого-то по такое-то, правда. Я говорю, правда-правда. До свидания. Значит, что еще бывает, о чем важно знать. Если они не смогли дозвониться по вашим координатам, которые вы дали, то они тогда к вам обращаются и говорят, вы знаете что, Вася, чего-то не получается у нас с вашей компанией, дайте-ка нам ваши W2, это налоговая форма, или ваши пейстабы, то есть корешки к чекам. И в корешках написано, когда, что получали там и так далее. Там довольно хорошо все видно. То есть и корешок, этот пейстаб, и форма налоговая W2, они являются независимым подтверждением того, что вы работали где-то. Там написано. Но они не говорят вам, вы знаете, что мы не смогли дозвониться. Вот этого они не говорят. Они говорят, вы знаете, что наша проверка сейчас находится в такой фазе, что мы хотим, чтобы вы нам дали вот это, вот это и вот это. У человека может не быть. У человека может не быть по разным причинам. И он начинает нервничать, психовать и так далее. Единственное, что ему надо сделать в этот момент, единственное, ему надо позвонить в ту контору, где должны были подтверждать ему этот его имплоймент. И сказать им, ребят, до вас не могут дозвониться, я могу вас позвонить, попросить по такому-то, попросить позвонить вот по такому-то телефону там Маши Ивановой. Ну, это если отношения хорошие. Если не такие хорошие, вы можете сказать, ребят, по какому телефону вам можно позвонить, чтобы точно сняли трубку. Большая просьба, да, и так далее. Потому что люди, которые в компаниях работают, ну, скажем, менеджер, ну, чего он должен, ему кто-то звонит, там, на определителе номера написано, черт знает что, он в это время занят, у него или митинг, или он там кушает, или, ну, что-то произошло, ну, что он должен хватать трубку. В основном люди трубку не хватают. В основном они отвечают на какие-то сообщения, которые оставляются на автоотвече. Вот, поэтому довольно часто так бывает, что вот эти агенты, там, которые проверяют, говорят, вот нам, давайте вы теперь нам спокойненько, значит, связывайтесь с теми людьми, которые должны были это сделать, а они это сделают, ну, если так все нормально, отношения хорошие и так далее. Почему нет? Вот, то есть они могут даже сами позвонить, там. Ну, это уже как бы вам любезность. Никто не обязан звонить в ваших интересах. Они, конечно, трубку, ну, ну, собственно, они и братья, не обязаны. Но, как правило, нормальные люди все-таки потом возвращают звонок. Звонок они могут возвратить не в форме того, чтобы дозваниваться до кого-то, потому что до этих людей тоже не всегда легко дозвониться. Но они могут позвонить, например, оставить сообщение и сказать, да, это Вася Петров, там, возвращает ваш звонок относительно, там, Маши Ивановой. Маша у нас работала с марта, там, 16-го по декабрь, 17-го в должности Software QA Engineer. Зарплата держим confidential. Они еще про зарплату спрашивают, но я, например, никогда не рассказывал. Это, это, это optional по выбору. Вот, собственно, и все. И это обычно, это обычно этого достаточно. Иногда они начинают какие-то имейлы присылать, с каким-то жутким количеством вопросов. там, и они прям кошмар какой-то. То есть, как будто вот нифига людям делать, только их форму заполнять. Поэтому, если мне такая приходит, я, например, заполняю только там, где касается моего имени, должности, и там, если что-то, ну, такое базовое, там, пару, пару слов написать я могу, остальное я просто игнорирую, и этого вполне хватает. То есть, на самом деле, никто не ожидает, что кто-то будет тратить полчаса на заполнение, их форм. Вот, примерно такая ситуация. Я сейчас пытаюсь глянуть, не забыл ли я чего. Есть ли несоответствие? Ну, знаете что? Есть ли несоответствие серьезное? Например, вы говорите, что вы закончили университет по специальности, там, скажем, математика. А выясняется, что вы закончили, что это был не университет, а техникум. И специальность у вас была, например, там, я не знаю, какой-нибудь сплиточник. Ну, не сплиточник, это ПТУ. Ну, допустим, я не знаю, техник, технолог там какой-то на строительстве чего-нибудь. То, конечно, в этом случае могут просто и не взять тоже. То есть, это как бы запросто может быть. Иногда посмотрят там на какие-то расхождения, говорят, да ладно, это ерунда. Так тоже бывает. Я знаю случаи, когда расходилось существенно, и начальник говорит, да ладно, что там, вот девчонка уже работает. А там же, знаете как, очень часто вас берут на работу, вы уже вышли, и вам говорят, что ваш оффер, он условный с пониманием того, что вы успешно пройдете этот бэкграунд-чек. То есть, вы уже две недели работаете, три недели работаете, четыре недели. И вот приходит ваш бэкграунд-чек, выясняет, что у вас какое-то там не такое образование. Могут и выгнать. Но очень часто говорят, да ладно, что, человек работает нормально, оставьте от него и все. Зависит, большая компания, маленькая там, как, чего. Ну, конечно, лучше, чтобы этого не было. То есть, я, например, не, ну, как-то, я не понимаю, зачем уж так прямо вот образование вот так, вместо техникума, там, институт, там, или что-то, выше, вместо специального, там, ассося и дегри писать, мастер, там, или бакалавр. Я не вижу в этом никакой ценности, честно, в сегодняшнем мире. Ну, не знаю, имейте в виду, что это, в принципе, может, что это проверяемо. Может быть, не каждый раз. Теперь, что касается ситуации вот с этим парнем, который говорит, расскажите о моей ситуации. Что в его ситуации было необычным? Необычным было то, что они не стали звонить в компанию, где он работал раньше. То есть, вот, его проверили просто на уровне того, что у него нет, как называется, что нет криминального рекорда, и что нет там, что там у него там еще, финансовых проблем. А в компанию звонить не стали. Ну, бывает, ну, ну, бывает. Может быть, он не знает. Что, может быть, звонили, но он не в курсе. Может быть, плюнули. Может быть, этот бэкграунд-чек делала сама компания, в которую он поступает, а не нанятая для этого агентства. Поэтому им было все равно. В общем, такая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова